Мой доклад будет продолжением той темы, которую начали мои коллеги в предыдущей секции – это сложности диагностики, которые возникают при плотной ткани молочной железы. Я не буду долго останавливаться на теоретической части, но продолжу слова профессора Табара о том, что диагностика рака молочной железы на сегодняшний день, конечно же, основным методом является как в скрининговом варианте, так и в диагностическом – это рентгеновская цифровая маммография, потому что она максимально эффективна, потому что она максимально доступна, обладает достаточно высокой чувствительностью и специфичностью, достаточно низкой стоимостью. Но есть один вопрос, вот это одно большое «но», которое вызывает у нас определенные сложности. Что же мы используем и как пытаемся бороться с этой темой? При высокой плотности ткани молочной железы на сегодняшний день у нас есть несколько ресурсов. Во-первых, это послойные методы исследования, это томосинтез или объемная, или АБУС, или АБВС в разной аббревиатуре в рамках именно программы скрининга. Вы уже слышали, Ласл Табар очень подробно на этом остановился. И по литературным данным, и в нашей клинике мы очень активно этим пользуемся, потому что на нашем контингенте программа скрининга работает в полном объеме, и использование вот этих двух технологий позволяет нам бороться с плотной тканью молочной железы, поскольку само по себе повышение маммографической плотности связано с увеличением риска развития рака молочной железы по литературным данным от трех до шести раз. При высоком риске вероятности развития рака молочной железы, это совокупности генотипа и фенотипа, ежегодный скрининг включает у молодых пациенток МР-маммографию, поскольку опасаются интервальных раков. Плотная ткань молочной железы на сегодняшний день в большей степени это, конечно, характерна для женщин репродуктивного возраста. Однако, как мы с вами уже слышали, в 20% случаев повышенная плотность ткани молочной железы не меняется с течением жизни. И таким образом, женщины с плотной тканью молочной железы составляют до 60% нашего контингента. Риск развития рака молочной железы при плотном фоне у женщин с типом плотности R, то есть 75%, в 4-6 раз выше, чем при плотности 25%. Причина этого в трудности визуализации объемных образований на плотном фоне и поиска нарушения архитектоники. И опять же, по литературным данным, до 30% рака молочной железы может быть пропущена при плотном рентгеновском фоне. Скрининг выявляет неблагополучие в молочной железе на ранних стадиях, создает условия для своевременного лечения, обеспечивает время опережения до клинических проявлений в среднем на 3-4 года. Патологоанатомические исследования английских ученых установили, что DCIC можно найти в молочной железе примерно у 39% женщин в возрасте 40-50 лет, хотя только у 1% женщин рак молочной железы диагностируется клинически в этом возрастном диапазоне. И на сегодняшний день, к сожалению, высокая маммографическая плотность относится к новым факторам риска рака молочной железы, поскольку было установлено изменение в активности 1250 генов по литературным данным. Поэтому на сегодняшний день стали говорить о персонализированном скрининге в группах со средней и высокой степенью риска, когда маммография дополняется МР-маммографией. Самая большая работа была проведена профессором Кюль и опубликована в 2014 году. У нее самый большой материал по использованию МР-маммографии. Она проанализировала вот в этой статье больше 800 исследований и было доказано, что при использовании МР-маммографии выявление рака возрастает из при маммографии это 6 на 1000 пациенток, то при МР-маммографии 18 на 1000 пациенток. Понятно, что такие результаты достаточно говорят сами за себя. И по ее данным все выявленные раки были либо DCIC, либо первая стадия, и средний размер опухоль не превышал 8 мм. Какие же методы, инструменты на сегодняшний день у нас появились для того, чтобы это была помощь в диагностике рака молочной железы при плотном фоне. Это послойные методы и контрастные методы. К послойным методам относятся либо томосинтез ДБТ в рентгеновском варианте, либо объемные ультразвуковые методы АБВС и АБУС. И контрастные методы. Введение контраста – это тот спасительный алгоритм, который позволяет нам видеть объемное образование на плотном фоне. Причем не принципиально, при какой технологии вы введете контрастный препарат. Его можно ввести при маммографии, в варианте контрастной маммографии. Его можно вводить контрастный препарат. Понятно, что это будут разные контрастные препараты. При МРТ будет маммография с контрастным усилением, либо это будет синтимаммография при использовании радиоизотопных препаратов технеции. Маммография с контрастом и МРТ имеют некоторые отличия. Выявление рака молочной железы при маммографии и томосинтезе базируется на патофизиологических процессах гипоксии, некроза, фиброза, что является причиной нарушения архитектоники, которую мы с вами ищем при маммографическом исследовании, и является причиной образования микрокальцинатов. Таким образом, вот эти все томографические методы мы видим симптомы, ищем симптомы нарушения структуры ткани молочной железы, даже на плотном фоне. Они информативны, как всегда, для медленно растущих образований. Выявление же рака молочной железы при контрастных методах базируется на нарушении ангиогенеза и на нарушении белковой активности, которую мы видим в Т1-Т2, и при диффузии, что соответствует параметрам клеточной пролиферации. Таким образом, эти технологии более информативны для быстрорастущих образований. Контрастная маммография высоко чувствительна при выявлении рака молочной железы на высокой плотности ткани молочной железы. Она очень хороша для уточнения характера микрокальцинатов, и мы этим активно сейчас пользуемся. Для уточнения оценки количества и размеров узлов с неоангиогенезом, для оценки мультицентричности, мультифокальности поражения, билатерального поражения. Ну и пытаются этот метод, пока это по литературным данным, оценки эффективности химиотерапии. Эта технология сейчас прорабатывается. Давайте посмотрим несколько примеров. Ну вот, как вы видите, в левой молочной железе в наружных отделах плотный фон ткани молочной железы. При проведении контрастной маммографии узел четко визуализируется, виден его размер, видны контуры, и не возникает сомнений, что речь идет о инвазивной внутрипротоковой карциноме. Это наше наблюдение. Я сейчас пытаюсь понять место, поскольку мы можем выполнять ЭМР-маммографию с контрастом и контрастную маммографию, где более эффективно использовать одну технологию, где более эффективно использовать другую. Когда речь идет, уже понятно, что речь идет о злокачественном поражении, и пациентка будет отправлена на оперативное лечение, то стараемся, конечно, использовать ЭМРТ с контрастом планово, потому что ЭМРТ, конечно, обладает большими возможностями, не только контраст, там помогает диффузия, там есть возможность построения кинетических кривых, там есть много инструментов, которые нам могут помочь в диагностике ракомолочной железы. Технология контрастной маммографии, она более удобная и проста в использовании, она всегда под рукой, поэтому ее больше используем в поисковом варианте, вот как было в данном случае. Это молодая пациентка 40 лет, которая приехала из другого города, ее много лет наблюдают с склерозирующим аденозом. Но поскольку каждый раз доктора пугают пациентку, что у вас вот такая картина, это сгруппированные микрокальцинаты с двух сторон, и справа, и слева. Единственное, слева, вот эту группу, которую вы видите в наружных отделах, они более были сгруппированы локально, и визуализировался вот такое узловое образование, в котором тоже были микрокальцинаты. Поэтому при УЗЕ я увидела вот то, о чем рассказывала Екатерина Александровна, несколько фокусов гипоэхогенных с перендулярным кровотоком, которые, в общем, создавали такую картину подозрительную на DCIC. И я провела контрастную монографию, и вот вы видите, что есть средняя степень наполнения контраста. Значит, контрастная монография, когда при чтении этого исследования существует четыре степени градации контрастности, отсутствие контрастирования, умеренная степень контрастирования, средняя степень контрастирования и выраженная. Понятно, что инвазивные внутрипротоковые образования, они контрастируются достаточно интенсивно. А вот DCIC, она контрастируется либо начальной степени контраста, либо средней степени. В данном случае была средняя степень контрастирования, вы видите, в наружных квадрантах по протоку распространения контрастирования, и вот в этом фокусе 7-мм тоже накопление контраста, что заставило меня однозначно склониться. В правой железе было фоновое накопление контраста, не было сгруппированного контрастирования, что заставило меня говорить о том, что эту пациентку надо пунктировать, и она была спунктирована, вот эти локусы, и получена вот та картина, внутрипротоковая карцинома ин-ситу, причем я пишу диагноз, который мне дали морфологи, G3, мы с вами сегодня слышали, что это немного как-то приходит в противоречие, но тем не менее вот с таким диагнозом, и с фокусами подозрительно о микроинвазию. По иммуногистохимии лиминальный тип опухоли пациентке, по ее настоянию была выполнена американский вариант, вот эта профилактическая двухсторонняя подкожная мастоктомия с эндопротезированием, сейчас она в реабилитационном периоде восстанавливается, очень довольна результатом, но вот пока вот такой вот результат. Ну, хорошо используется всегда при крупных образованиях, когда мы подозреваем кистоподобное образование, и вот все кистозные образования, накопление контраста идет по контуру капсулы и по перегородкам, накопление внутри полости, конечно же, отсутствует. Еще одно интересное наблюдение, тоже пациентка наблюдается с склерозирующим аденозом, мы ей провели контрастную маммографию и получили очень слабое вот такое накопление, очень слабое, в субариолярной области, как в наружном, так и внутреннем квадранте, что совпадало с, посмотрите, при томосинтезе мелкими участками уплотнения стежистыми контурами. Прошу прощения, можно выключить свет, потому что, я так думаю, кто сидит в зале, они не видят вот этих нюансов. Выключите свет, пожалуйста. Извините, пожалуйста. И вот эти мелкие участки контрастного усиления, которые видите, видны при томосинтезе стежистыми контурами, они были выполнены стереотоксической пункцией, и в результате оказалась атипичная протоковая гиперплазия, которая с профилактической целью были выполнены секторальные резекции, и сейчас пациентку мы наблюдаем, пока в настоящий момент все у нее в порядке. Так что участки асимметричной плотности, нарушение архитектоники при отсутствии эмалигнизации имеют мягкую или среднюю степень контрастирования. Очень интересная статья вышла в European Radiology последнем, и вот там как раз по как читать контрастную маммографию хорошо рассказано про степени контрастирования и как эту методику, как она читается. Ну, еще одно наблюдение. Мы с вами видим, что в левой молочной ЖЭЗе в наружных отделах четыре узловые образования мелкие, одно из них с крупноглыбчатыми кальцинатами, предположительно, что все они являются фиброденомами, однако при контрастном усилении одно из этих образований интенсивно накапливал контрастный препарат, что оказалось инвазивным внутрипотоковым раком четыре миллиметра в сочетании с DCIC. Показаниями для MR-момографии перед операцией. Перед операцией всегда назначают MR-момографию для оценки размера, локализации образования, расстояния узла до кожи и до супариолярного комплекса. И надо обязательно определить количество очагов, чтобы не пропустить мультицентричность и мультифокальность положения и обязательно оценить контрлатеральную молочную железу. Ну вот давайте посмотрим несколько примеров. Опять же, плотный фон ткани молочной железы. Единственный симптом, который нас настораживал, он описан у Ласла Табара в одной из его монографий, это втянутость наружного контура отеноза и в этой зоне, когда был выполнен томосинтез, мы четко получили тяжистое узловое образование с микрокальцинатами, что было подтверждено при АБВС. Мы видим с вами узел с синдромом лучистости, описанным как патагномоничный тла злокачественного процесса. И при введении контрастного препарата четко видим, что контраст нам показывает узел 1, его размеры, положение при построении кинетической кривой второй тип накопления с рестрикцией диффузии, что говорило о том, что речь идет о инвазивном протоковом раке. Еще одно наблюдение. Скрининговая маммография, сложно понять, есть ли узел в правой, поскольку я привожу только правую, понятно, что в правой молочной железерич идет об образовании. Томосинтез тоже мало нам помог в этой ситуации. Мы видим сплошной аденозный комплекс в верхних квадрантах. И посмотрите, как хорошо визуализируется узловое образование при введении контрастного препарата, что оказалось инвазивным протоковым раком люминальным B с вторым типом кинетической кривой. Еще один пример. Тоже плотный фон ткани молочной железы при маммографии. Сложно сказать. Опять же, есть симптом во внутреннем квадранте. Посмотрите, в прямой проекции хорошо видна втянутость наружного контура аденозного комплекса. И при введении контраста прекрасно виден узел, соединенный с аэролиарным комплексом, это было отмечено, это принципиально для хирурга, с третьим типом кинетической кривой, что явилось вот инвазивной опухолью, люминальный тип А. Еще одно интересное наблюдение. Пациентки при скрининговой маммографии сказали, что все нормально. Но ее волновало уплотнение во внутреннем комплексе, такая дольчатость парастернальная. Это самый сложный для нас с вами область исследования. Нижний внутренний квадрант. Уже прицельно выполняя томосинтез, мы увидели узловое образование, ретромаммарно расположенное, прилежащее к грудной стенке, от которого рядом еще визуализировалось маленькое узловое образование. За подозрение наличия мультифокального поражения выполнили ей контрастную МР-маммографию. И оказалось, что после пункции, что речь идет об инфильтративном раке без признаков специфичности G2, тубулярно-сольдного строения, с комплексами DCIC и криброзного строения, алюминальный, БХР-2 негативный. Пациентка была прооперирована, сделала радикальная резекция, органсохраняющая операция со всем дальнейшим комплексом лучевой терапии. Сейчас пациентка наблюдается с хорошими результатами. Вот так это выглядело. Видите, третий тип кинетической кривой. Еще одно свежее наблюдение. Пациентка молодая, 36 и 37 лет, неоднократные попытки ЭКО в анамнезе. И при очередном обследовании я обратила внимание, что совсем в наружном квадранте как-то более плотный стал донозный комплекс. Никаких узловых образований. И, как вы видите, томосинтез мне тоже мало помог в этой ситуации. Единственное, в боковой проекции, если вы присмотритесь в верхнем квадранте, ретромомарно появилась некая тяжистость, которая навела на меня на мысль, что, может быть, там появилось узловое образование. Стало плотнее и стало более тяжистое. При введении контрастного препарата четко видна зона на границе наружных квадрантов, зона накопления контрастного препарата, что явилось инфильтративным раком молочной железы без признаков специфичности люминальной А. Пациентка прооперирована, пролечена с хорошим результатом. Ну и еще одно наблюдение – муцинозный рак. Молодая, опять же, пациентка, 36 лет, после родов, ребенку 2 года. При УЗИ было обследование, и при обследовании был поставлен диагноз фиброденома правой молочной железы и сказали наблюдаться. Но пациентка решила пересмотреть эти наблюдения. Когда я повторила УЗИ, увидела кровоток в самом образовании, предложила ей выполнить маммографию. При маммографии мы видим микрокальцинатовые структуры этого узла. И, конечно же, ввели контрастный препарат. Но муцинозный рак всегда смотрится специфично. В Т2 он гиперинтенсивен, а не гипо, как обычные. Но создалось впечатление, что речь идет о сложной кисте. Однако при введении контрастного препарата накопление шло во всем образовании, а не по контуру. Хотя кривая была близка между первым и вторым типом кривой. Вот такое интенсивное накопление в образовании. Оказался муцинозный рак. Пациентка прооперирована. Хотя был ХЕР-2 позитивный. Ее там дальше химически пролечивали. Но за исключением времени я могу еще говорить или уже все? Все, значит, все, заканчиваем. Два слова. При МРТ помогает очень диффузия для дифференциальной диагностики злокачественных и доброкачественных образований, поскольку рестрикция диффузии просчитывается и говорит в пользу злокачественного образования. И, конечно же, сложные области для диагностики. Ретромомарные, нижневнутренние квадранты. И, что важно сказать, исследования при эндопротезах – это только МР-момография. Контрастная момография при эндопротезах не делается. Таким образом, МР-момография обоснована для дифференциальной диагностики мутицентрических форм рака, для диагностики рака в рубце, при эндопротезировании и при плотном фоне. Я вас благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова